слава украине привет всем от полонского доброе утро друзья мои сегодня был очередной расистский налет ракетами на украину надо сказать что довольно серьезный налет было запущено по нам 30 31 ракета интересно что на этот раз целью был исключительно киев все летело четко по киеву несмотря на то что ракеты долетали аж до волынской области как-то интересно они запускали они разворачивались на волыне и возвращались киев то есть целью был киев и удары наносились со всех сторон как запада получается так и с востока то есть ну реально со всех сторон летели ракеты значит давайте сразу по количеству было 29 крылатых ракет запущенных бомбардировщиков ту-95 это ракета х-101 и было две баллистические ракеты но тут есть разное предположение какие-то ракеты есть предположение что кинжал возможно искандарем возможно вот это корейская причем я склоняюсь к корейской по крайней мере в одном случае сейчас объясню да значит все до одной ракеты были сбиты ни одна не долетела по себе могу сказать что так это и есть при звуков прилета я вообще не слышал ладно не буду говорить а то будут другие делать скажут что я не это самое ерунду всякую советую скажем так я очень хорошо слышал что происходило слушал и я слышал очень я не считал конечно я слышал очень много звуков старта против ракет там может и патриоты или стэ все что угодно могло быть я не слышал ни одного звука прилета от слова вообще да то есть так это и есть их всех сбили действительно часть сбили над киевом часть над киевской областью ни одна не долетела был нанесен ущерб ну как сказать части ракет сыпались в том числе и на город значит они побили стекла в детском садике они подпалили крышу на одном из домов я так понял на татарке они покупали еще в нескольких местах сожгли несколько машин на стоянке сожгли одну квартиру по моему все вот это путин на это потратил пол миллиарда или сколько там долларов они стоят сумасшедшие деньги вот эти ракеты вот эти 29 ну каждая крылатая ракета такая стоит порядка 13 14 миллионов долларов да их было 29 штук но за баллистические там и речи нет они еще дороже вот то есть чудик тупо выкинул непонятно какое количество не понятно какое количество миллионов десят сотен миллионов долларов для того чтобы разбить нам пол десятка машин на стоянке и сжечь одну квартиру в киеве гениально у вас чуваки у вас реально многоходовочник да у него пляж последние мозги вывела это же это же она понимаете это же она обиделась оскорбилась за то что белгородская народная республика освобождается постепенно от путинизма от рашизма вот и его начала колбасить он сначала разбомбил собственное вот это вот село освобожденное называется казинка он его 500 килограммовыми фабами отрихтовал сделал там лунный пейзаж в собственном селе на территории россии ну а теперь аж мстит нам и послал по киеву хоть и думал ну я тут час устрою армагеддон ну ну шо устроил путя господи прости вот убогая кто-то за него таки голосовал это охренеть можно да ну короче говоря ребята киев в очередной раз показал путину его место возле чемоданчика да вот все ракеты были сбиты все до одной тревога была порядка на часа три было тревога долго довольно было эти волнами ракеты летели я слышал да теперь по звукам но у меня вот точно одна крылатая пролетела звук обычный был я уже хорошо знаю как они летят ничего необычного не слышал но интересно что вот в буче и гурпине люди слышали звук ракеты ну вот я даже потом послушал тоже этот звук там mp3 было только звук ну такой интересный звук свистящий я такого никогда например не слышал поэтому я склоняюсь к тому что все-таки баллистика была корейской наверное по крайней мере одна из этих баллистических ракет была корейская потому что вы такого никогда не слышал люди слышали из кандерема то есть на звук уже могут определять какая ракета летит да а тут что-то такое вот необычно не вы не молнуйтесь я тоже грохнули ту ракету и это уже сбили все нормально вот но сам по себе звук конечно был весьма весьма оригинальным ну собственно говоря да очень много людей было в метро конечно же правильно сделали что пошли в метро потому что там все-таки безопасно вот просто станции практически были забиты людьми некоторые спали некоторые сидели некоторые стояли никто на некоторых действительно было очень много людей как час пик люди сидели втыкали в смартфоны и так далее то есть тоже на телеге это все отражали паники никого не было ни на йоту даже то есть все было более-менее спокойно мы уже немножко отвыкли от того что по киеву летят ракеты в последний раз было срок 4 дня назад вот и вот сегодня опять до 31 ракета четко по киеву летела но все посбивали как видите да заносите путина следующий чемоданчик